Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги притчи, ее тема – человеческое общение. Трудно выделять здесь темы, но вот одна из главных вещей, которая здесь обсуждается. Я прочитаю для библейского портала экзегет перевод российского библейского общества. «Кто живет сам по себе, творит, что хочет, а на здравые советы лишь бронится». Вот человек в социуме, он связан отношениями с другими людьми, семейными, дружескими, рабочими, всякими. И это его как-то сдерживает. А вот бывают такие люди, а я что хочу, то и делаю, мне никто не указ. Это тоже признан глупостью в конечном итоге одной из главных тем этой книги в целом. И дальше это будет более подробно. «Глупцу не нравится думать, зато любит он умом похваляться». Как верно сказано, вот прям трудно сформулировать точнее, не нравится думать. Не то, что глупец – это тот, у кого мозгов не хватает. Но бывают люди с, скажем так, недоразвитым интеллектом, бывают, медицинские диагнозы есть такие. Это не о них. Это человек, который сознательно отказывается думать. Но ему нравится похваляться умом, там, своей начитанностью, информированностью, фонтанирует идеями. Вот это про него, да. «Злодей окружает презрение, негодяя преследует позор». «Репутация. Как плохо, когда ты потерял репутацию. За тобой она идет, дурная слава». «Слова человека – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». А это о чем? «Слова человека – глубокие воды». А вот туда проникнуть трудно. Акваланги изобрели, да, но тогда их не было еще. Как нырнуть в эту глубину? Что имеет в виду человек? Трудно понять человека. Особенно, если он мудр. Это струящийся поток – это хорошо. Вода всегда на Древнем Ближнем Востоке. Пресная вода – это нечто очень хорошее. Это ценный ресурс, там, мало воды. Это струящийся поток – как это здорово. Но ведь это глубоко. Как оттуда почерпнуть? Как вот нырнуть и не потонуть? Это еще и сложно. Дурное дело – потворствовать злодею или праведнику отказать в правосудии. А это просто. Вот есть вещи, которые трудно понять, а есть очень простые правила. Не помогай злодею, не отказывай в правосудии праведнику. Уже будет шаг к мудрости. Язык глупца доведет до ссоры, его уста накличут побои. Да, глупец наш, постоянный герой, он сам себя наказывает. Да, вот тут постоянно говорится его глупость – это и есть его наказание. Его дурь – это плед для него самого. А здесь разъяснение, потому что его будут бить за то, что он тут наговорил. В речи о глупца его погибель. Его уста для него же ловушка. Даже не только бить, но еще и похоже. Но ведь не всегда распознаешь. Речи сплетника, что лакомство, проникают в самое нутро человека. А вот такое вкусненькое-вкусненькое сплетня. Ой, расскажите мне, ой, а чего там она, как там она, да? Оно проникает внутрь, а вот изнутри-то оно начинает действовать. Ты начинаешь менять свое отношение к людям. Ленивый работник все равно, что разрушитель. Ой, как точно сказано. То есть он вроде работает, но вреда больше, чем польза. Имя Господа, могучая башня, укроется в ней, праведник, и будет неприступен. Для этих сплетников, глупцов, лентяев, тех, кто помогают злодеям, как от них укрыться мир, полон дурными, страшными, мерзкими людьми. Имя Господа, могучая башня. Вот призывая имя, Господь не спасешься. Для богатого достаток, словно крепость, он мнится ему стеной неприступной. Деньги есть у человека, да? Золото, серебро, стада, дома. Он все себе купит. Неприступная стена, мнится. Да, сколько раз мы читали в этой книге, что то, что человек думает, то, что он видит в его глазах, и то, что Бог знает об этом человеке, это разные вещи. Вот богатый человек думает, я все куплю. Ну, посмотрим, так ли оно. Падение предшествует надменность, а славе смирение. А не падет ли этот богач надменный, который думает, я все куплю? Потому что славе предшествует смирению. У нас это уже было, но в другом месте, немножко по-другому, поэтому прочитывалось. А здесь вот, как в обществе все работает. Да, вот богатство – это такой ценный ресурс. Но есть более ценный – смирение. Давать ответ, не дослушав, только глупость и стыд. Ой, как часто бывает, начнешь что-то говорить у тебя изо рта, выхватили слово и понеслось. Это глупость и стыд. Даже не сказано, что это злодейство, но вот такая бытовая глупость. Сильный духом справится с недугом, но как быть, если дух сломлен? Вот, да, человек может преодолеть даже тяжелую болезнь, если он силен духом. К сожалению, не всякую и не всегда, но все же. А если вот он уже сложил руки, если он уже сдался, что ему поможет? Ничего. Сердце разумного копит знания, ищет знания, слух мудрецов. Еще и еще раз, вот знание, мудрость – это ценный ресурс, который надо искать, копить. Эта глупость бьет фонтаном, а мудрость ее найди еще. Это драгоценные камни, это вот золото и серебро. Их пойди найди, на улице не валяются. А найдя руду с драгоценным металлом, нужно еще выплавить ее, да, чтобы очистить от шлаков. Но вместе с тем есть более простые пути. Подношение расчистят путь и откроют доступ к вельможам. Помните, у нас была взятка, как волшебный камень, куда не обернешься до выгода. И подношение, взятка, вот эти вот откаты, распилы, наша вечная российская тема. Открывают доступ. В тяжбе кто первый, тот и прав. Пока соперник не вступит в спор. Приходит человек и говорит, тот и тот и тот. И все говорят, да, он прав. А потом вступает в соперник. Вот так, может быть, это по поводу доступа к вельможам. Знаете, такой термин, доступ к телу. Кто первый вошел к начальнику, изложил ему свою точку зрения, тот и выиграл, да, тот и получил, чего хотел. Потом приходит другой и говорит ровно противоположное. Вот такая бытовая зарисовка, но она ведь в контексте всего прочего. То есть, давать ответ, не дослушав глупости, стыд. Сильный духом справиться с недугом. Ленивый работник все равно, что разрушитель. Это такой вот кодекс прямо офисного работника, не только офисного. Да, вот как работать, вот что делать. И все это на фоне общего текста книги-притчи, где говорится о страхе Господнем, как об источнике мудрости. О том, насколько мудрость цена, насколько ее трудно найти. А вот есть простые легкие вещи, причем эти вещи часто выглядят выгодными. Типа взятки, подношения, неправых решений. Вот быстренько что-то там нахимичить, чтобы сработало. И вроде все получилось. И вот мы это все видим в таком обрамлении. А есть страх Господень, а есть праведность, а есть нечесть, а есть глупость, а есть мудрость. Как это выглядит в этом контексте? Подумай. Жребие улаживает споры и разводит могучих противников. Хороший способ, между прочим, редко прибегают сегодня. Но нет способа определить, кто прав. Давайте кинем жребие, он от Господа. Кто прав? А если не улазить споры? Обиженный брат – неприступная крепость, а ссора засов на воротах. Вот стоит войско перед крепостью, а взять не может. Так ты и стоишь перед своим братом. А у него прочные ворота и закрыты ссорой. Вот пока ссора не улажена, ты не откроешь его сердце для себя. Может, лучше открыть, может, лучше до ссоры не доводить. Плодами речей своих насыщается человек. Что да будет языком, тем и насытится. Как это? Мы работаем руками в основном. Нет, я-то языком, конечно, больше, но это все-таки не самый частый случай. Речь не про то, кто чем работает, а человек получает по своим речам. Вот он оскорбил кого-то, получил обиженного брата. Или он с кем-то мудрым пообщался, получил ценное для себя знание. Вот это его насыщает или, наоборот, лишает пропитания. Жизнь и смерть во власти языка, и кто с ним дружен, плоды его вкусят. Какая мощная вещь язык. Мощнее рук. Слова, получается, больше могут сделать, чем дела, чем поступки. Надо же. Нигде не сказано, что жизнь и смерть во власти трудов человека или его богатства. Нет, там сказано, что мнится богатому его достаток, словно крепость. Он только думает это. А вот язык – это точно то, что может дать себя жизнь и смерть. Надо же. И рядом. Кто нашел жену, нашел сокровище и обрел благоволение Господа. Ну, вообще, правда, я соглашусь. Причем здесь это – жизнь и смерть во власти языка. А вот семья – это главный ресурс. Не деньги, не хорошая работа, не благоволение царя или начальника. А семья – твой дом, куда ты приходишь, и у тебя там сокровище. Даже если денег там не очень много. А бывает и так. В словах бедняка мольба, но грубость в ответе богача. Да, очень часто. И тут же, у кого друзей много, тому не сдобровать. Но любовь иного друга крепче братской. Множество друзей – это, наоборот, плохо. Это как? А вот представим себе этого самого богача, который отвергает бедняка. К нему же ходят толпы с ним подружиться. Вдруг чего-то перепадет. И эти толпы его разоряют. Они его утомляют и разоряют. Я прочитаю следующий стих. Он в 19-й уже главе, но он тематически связан. Лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. Если его читать отдельно, вообще непонятно, о чем это. Ну, ясно, что хуже лжеца и глупца ничего не бывает. А бедняк, что живет непорочно. А вот ты его не презирай. В словах бедняка Мальбана грубость в ответе богача. У кого друзей много у этого богача, тому не сдобровать. Но любовь иного друга, может быть, этого бедняка крепче братской. Лучше ведь бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. Вот эти все друзья к тебе ходят. Лгут себе дураки. Они вообще ходят только, чтобы деньги твои забрать. Да, еду твою съесть и так далее. Смотрите, три стиха прямо объединяются в одну общую мысль. Но это надо еще раскапывать. Книга притча, она такая археологическая поляна, раскопки тут. Не все сразу видно. Но 18 глава на этом завершилась. Продолжение следует...